Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Событие дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 10 ноября 2017 года. Николай Скляренко. Почему вы считаете Кураева авторитетом? Игнатий отвечает. Если бы я считал его полным авторитетом, то 120 раз не опровергал бы сказанное им в своих книгах. Но я его никак не задеваю. Это я книги когда писал, там говорил, где он сейчас поток был неполный, горы не были покрыты, говорил. Это Евангелие Библии от Кураева будет, я говорил. Юрий Соболев. Премного благодарю, Игнатий Тихонович. Вопросы решил себе законспектировать. Это ценный краткий материал для миссионерской работы. Отдельный поклон за назидательной проповеди в стихах. Вчера вечером сформировался вопрос, для меня важный и в неком смысле принципиальный. Решил с утра адресовать его вам, Игнатий Тихонович. Вот он. В чем различие между надеждой и верой? Либо различия нет? Как разрешить этот вопрос во свете Святой Библии? Спаси Христос. Я ему отвечаю. Евреям. 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. 1 Коринфянам 13 глава посвящена любви. Так и послание к евреям 11 глава посвящено вере. К тому добавить что-то опасно и не столь ярко будет, а надежды нигде нету главы посвященной. Вера не требует ничего в доказательство того, во что верит. Это дар Божий. Пока не уверовал, то человеку доказывает что-то. Вера же уже тогда проникает за грань видимого, появляется уверенность, что если это согласуется с сущностью того, в кого и кому веришь, то с тем и умрешь. Хотя бы и подвижки к тому осуществлению не было никакой. Перечисленные в 11 главе к евреям правоцей, не получая обещанного, до конца влачили жалкое по земному существованию. Но в душе у них постоянно было, он силен соделать это тогда, когда то ему будет угодно. Нет тут отечества истинного и нерушимого. Оно за гранью видимого. Уверенность их была безгранична. И они даже не надеялись совершенно, не понимая и не видя признаков исполнения обещанного. Вера за горизонт земного бытия и событий. Тут опыт пятится. А надежда базируется на том, что может быть и случится ожидаемое. Надежда Израиля. Спаситель его во время скорби. Для чего ты как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать. Иеремия 14.8 Захария 9.5 Ибо постромится надежда его. Надежда приземлена. Сиюминутный может быть и как из паутины соткана. Ну. Лука 24.21 А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Мы называемся верующими, а не надежными, чем обозначаем свою стезю и на будущее. Это же воспеваем в сакральном. Веру и войди на Бога Отца. За веру судят и отнимают жизнь. А за надежду как судить, если она клонится к сонным мечтаниям. Деяние 3.5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Надежда, сродни, хочу так-то. Вера же вся пропитана необъяснимым, невидимым. Стирахов 35.1 Пустые ложные надежды у человека безрассудного. И сонные грезы окрыляют глупых. Все сказано может быть и там, и там. И в вере, и в надежде. Слова Режегова. Вера – это убежденность, глубокая уверенность в ком, в чем-нибудь, в победу. Это вера в людей. Убежденность в существовании Бога, высших божественных сил, вера в Бога. То же, что вероисповедание. Христианская вера, человеку иной веры, принят на веру. То есть признать истинным, без доказательств. Вера и правда, и служить кому? Служить преданно, честно. А надежда, вера, возможность осуществления чего-то радостного, благоприятного. Есть надежда на выздоровление. Верят на благоприятный исход, испытывая надежду на что-нибудь. Питать надежду, надеяться на что-нибудь. Подает надежды кто-то, можно рассчитывать, что вырастет, приобретет необходимые или ценные качества. Надежда умирает последний апаризм. Тот или то, на кого что надеется, кто должен что-то принести, успех, радость, благополучие, сын, надежда семьи. Вся надежда на кого-то, что-то помочь, выручить, помочь. Только он может и верить в это, но здесь надежда. Опаздывая, вся надежда на такси. Сердар Аташов. Игнатий Тихонович, мир вам и вашему дому. Игнатий Тихонович, прошу вас, напишите мне, пожалуйста, как каждый день молиться. Знаю, что надо делать сто поклонов. Но сто сегодня не получилось. И считай, отче мой сущий на небесах. Внимательно следите за тем, как он считает. Да светится имя Твое, с маленькой буквы все, а имя с большой. Да придет царствие Твое, все с маленькой. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукавой, ибо есть Твое царство и сила, и воля. Царство, сила и слава, он слово воля. Во веки. Аминь, аминь, аминь. Я отмечаю молитвы. Матфея 6,9. Молитесь же так. Отче наш сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи, буква В, введи нас в искушение. Но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, с большой буквы, и сила и слава во веки. Аминь. Вот это. Интересно как. Да придет царствие Твое, тут с большую букву. Воля Твоя, воля с маленькой. Ну понятно. Сравните с тем, как вы молитесь. Сколько тут неточностей, даже три раза аминь для чего-то, как делают колдуны. Если нет времени для молитвы, то вы обречены на провал, на крушение. Второзаконие 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. И не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Второзаконие 13.32. Все, что я заповедую вам, Моисей говорит, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, не убавляй от того. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. То есть, потому что впереди написано, как считается, это уже лжец. Ефесянам 5.17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Ее познавать надо. Я пишу. Обычно к любому мероприятию нужно предварительно подготовиться, ответив на четыре вопроса. Первое. Чего я ищу этим, временного или вечного, земного или небесного? Второе. Что об этом говорит Святая Библия? Третье. Что об этом говорит моя совесть? И четвертое. Не принесу ли я этим делам соблазна? При положительном раскладе можешь приступать, благословясь. Это эпиграф к стихотворению своему. Бог. Как он величествен. Велик. Светут сады, оркестр птиц, органам. Посева зелень пожелтела вмиг. Состарились вдруг лысые курганы. Не пересчислить радуги тонов. Не переслушать переливы звуков. Нам на его мозаика из снов. Рождение, умирание. Муки. Разнообразие бесчисленных подвидах. В различных инфра-ультраполосах. Пять чувств во мне. Старательные гиды. Под любознательностью. Чтобы я не зачах. Художники, писатели и пахарь. Все ищут на вину, где ковырнуть. Блеснуть открытием, и люди будут ахать. Душа и ум, обмытые в парную. Неведение сдирают в хирургии. Под слеповато пробуя мой стих. Я не умру. За мной придут другие. Мой подвиг жизни перельется в них. Породу и подобию в природе. Так повелел создатель изначало. Похожее. Почти. Такое вроде. То прокукует. А тут вдруг промычало. Разнообразны мы. По образу владыки. Таланты блещут гранями алмаза. У каждого по-разному. Вези навоз. Арыки. Вокруг смоковницы. Порезы все замазать. И в каждом звуке. Свете. По семерке. Во времени беременности. В духе. Но дьявол косоглазит. В демоне и в черте. Слона раздуть. Клопа. Безбожье муху. Он ломится. Создать разнообразие. В грехе. Но тускл и монотонен грех. Развища в партиях. Одной он мажет мазью. Фашисты. Коммунисты. Злобный брех. Господь. Дай им хоть каплю мази. Содрать с безумства пленку катаракты. Они рабы. Змей семиглавый. Князь их. Их идеал. В желудочно-кишечном тракте. 21 мая 2001 года. Псалом 138. Это к стихотворению. Славлю тебя. Потому что я дивно устроен. Дивно дела твои душа. Моя вполне сознает это. Матфея 21.42. Иисус говорит им. Неужели вы никогда не считали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый сделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Иварух. 4.27. Дерзайте, дети, и взывайте к Богу, ибо о вас помнит тот, кто навел на вас это. Какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога? Увеличьте ее в десять раз, чтобы обратиться и искать Его. Ибо тот, который навел на вас сие бедствия, наведет на вас вечное веселье со спасением. Сергей Дмитриевич, слава Богу, хороший стих. Я вижу вы, рожденный свыше христианин. По духу евангельскому, потому вас православные называют сектантом. Я думаю, им такие проповедники невыгодны. Я бы и сам ходил в такую церковь, как у вас. Только таких нет. Есть только такие, где одни обряды. Я его не знаю, кто он такой, зашел. Вот, пожалуйста. Юрий Лобусевич, дорогой Игнать Тихонович. Мир вам, Божий благословений. Интересует ваше мнение относительно раскола церкви на Украине и реиспительной таинства в Киевском Патриархате, поскольку причины раскола все же политические, а не догматические. Прокомментируйте это, пожалуйста. Мир вам. Я отвечаю, благодать и не отрицаю. Но сам там не стал бы причащаться без нужды. А на этот вопрос отвечал уже много раз. Преданный Анапими, снова на коне, так не годится. То есть он же от них получал рукоположение и вдруг пренебрег всю Патриархию. Да и о нем сколько писали-то, насколько достоверно. Александр Иосифович, нежный писатель, что у него там дети у этого митрополита были, а потом вот Патриархом стал. Юрий Лобусевич. После этого. Спасибо, Игнат Тихонович. Всегда смотрю ваши ролики. Много для себя открыл нового. Знаю, у вас есть Никита Колесников. Он также из Украины. Видно, как он старается. Хотя почему-то все его критикуют. Но я думаю, он молодец. Мир вам. Ну вот это на сегодня. Ну что я дома? Дома я много занимаюсь событиями Второй мировой войны. Документированы, что были документы. И вдруг вчера мне скинули, утром сегодня, Сталин, Черчилль, Труман, Бигпри, Поздам конференции. И вот какое есть. Это документальные. Можно посмотреть. Я только отрывками посмотрел. Они небольшие. Редкие кадры последних сражений войск СССР в Афан-ССР в феврале-апреле 45-го. И опять здесь. Это мне сегодня скинули. Я этим занимаюсь. Кто что Сталинградской битвы говорил, какие письма, я их копирую, обрабатываю и в архив себе складываю. Вот. Ну и дальше. Какие у меня здесь. Вот сегодня уже тут перекинуло. Сегодня 11 роликов поставил. Получилось так. А потом вот их принесли в мой мир. Мой мир, вот. Где я в шапке. Тут у нас 7379 видео. Видео. Друзья, 4335. А было 10 тысяч. Я убрал там очки темные, где картинка какая-то. Все обман. Вот. И 21 тысяча фотографий. Я очень люблю вот это. Ни с какими одноклассниками, твиттерами, фейсбуками сравнить не хочу. Mail.ru лучше. Это лучше. Ну, я не говорю про файл. Это там форум, сайт. А именно вот такие вот. Вконтакте, твиттеры разные. Там еще что-то. Вот в гугле, где там поставляют, все переносят. Ну, там же связи никакой нет. А здесь можно писать и дальше. Форум наш. Вот он как выглядит. Православный форум. Во свете Библии. Так и называется. У нас все во свете Библии. Ну, и вот канал наш. Вот я даже могу. Это сегодня утром я поставил ролики. Ну, и какая посещаемость? Да маленькая у нас идет. Вот. Проповедь, я говорю, 63 просмотра за 2 часа. А тут 3, 5. Роман не доехал. 62. Вот. Дорога по сырому пути. 117 за 2. И вот сколько у меня здесь сегодня было? 4, 11, 25, 36, 38, 39, 40, 32. Полтора часа. 22. Ну, понятно. На 2,5 часа примерно ролики. Кто их будет смотреть? А ну так, все-таки каждый находит, что есть. И вот опять кто-то зашел, сбой себя ругается. Не моя вина. Так, кто-то зашел и говорит, какой бардак кругом? Где это? Винтовой дровокол к трактору. Намного лучше им. Легче работать и быстрее. Бардак кругом. Ну, вот так вот мы живем. Так. Пользователь Алекс Бас спрашивает. Так что, там и ходить нельзя? Ну, ничего нет. Не унывай и люби Господа. Никита, я тебе желаю много терпения и Божьего благословения. Пожалуйста, не унывай и люби Господа. Ну, вот такое дело. И пока говорили, тут еще кто-то по скайпу зашел. Изучение Библии. О чем тут оно? Роман Малыш выставил что-то. 2. Марина Дубунова. Это Игорь. Ну, это вот хорошее выставляет. Ривка, Ревекка. Девушка. Многое знает. Малыш. Кого-то он показывает. Вот машины что-то. Ну, еще такого нигде нет. Ну, и дальше у нас большой, в общем, так, это у нас что? Большая неприятность. Слетела гусеница. Ну, и еще у нас наш сайт. Сайт богатый-богатый. О, это еще у нас сайт. А как же так? Эээ, нет. Это форум. Мой мир по свете Библии. Вот он какой. Православный библейский сайт. И тут вопросы. Вот что самое главное. Я хотел спросить, вот, некоторые желают наши, как, визитки давать, что у нас там ездят. Дома из себя издают. У нас они, мы большим тиражом делали, по 30 копеек обошлись. Вот. Ну, и визитку покажу. Если кому надо, ко мне обратитесь, я пришлю готовую. Вот она, как выглядит наша визитка. Посмотрите. И можете заказать. Я вам вышлю ее. И там можете у себя издать. Вот, библейский православный сайт. Все телефоны, крещение. Пупков стоит, вот он. Батюшка в воду идет. Там он сзади, за голову рукой. Это Игорь Третьяков. Вот. И вот какие. 4 024 ответа на вопросы во свете Библии. Православный форум. Видеоканал. Наша страничка. Детский православный лагерь. Помощь, благовестие. Новый сайт. Вот это вторая сторона. Вот она как. Если это кому надо. Ну, такой вот. Ну, она. Размер это небольшого. Ну, можно сделать сантиметров 15. И вот видно, что пополам если взять, так оно и будет. 15 там на 7 с половиной. То есть, как хочешь, так и закажи. Но это все уже готово. И крестик здесь. Вот. Это все составлял Сергей Козлов. Умница. Специалист. Мы перекидывали друг к другу. И, наконец, он все это сделал. Вот. Ну, уже я вам скину вот этот вариант. И вы дома там. Такие есть. Там вот в леске другие. Они у себя есть далее. И там, когда где бывает, раз. И направляет на наши ресурсы. Все на этом. И вот. И вот. И вот.